Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что взять печеньки и готовиться к лучшему времени при прождении за день. А мы продолжаем с тобой Скуби-Ду. Первый сезон, шестая серия. Короче, первую серию пропустили на ютубе, поэтому в ближайшие дни должно выйти на ютубе. Это радостное событие, а следовательно, эта серия тоже, скорее всего, когда-нибудь появится на ютубе. А это значит, что нужно обязательно что? Правильно сказать. Подпишись на канал. Да, правильно. Ставь лайк, если ты еще до сих пор не подписан. Подпишись, если ты уже подписан, то молодец. Поэтому проверь кнопочку подписочки у себя где-нибудь там снизу, чтобы она была серенькая, чтобы у тебя все подписано. Вот. Радостное, тяжелое событие на самом деле было, потому что... Что такое? Вот. Тяжелое событие... Тяжелое событие это было, все это с Ворнера Браз, вот это все обсуждать, вот это все делать, такие они капризные, самые очень привередливые, короче, бла-бла-бла, короче, крое-как... Знали бы вы, чего нам это стоило? Это стоило очень многих-многих дней, грубо говоря, апелляции всяких вот этих приколов. И стресс был, конечно, потому что страйк в любой момент может прилететь. Да, еще и на страйк помогли напороться, короче, так. Эта серия очень важная, сказали, написали, сказали, что она очень супер-мега-сюжетная, продвинет сюжет, поэтому уже с нетерпением я ее ждал пару дней, я хочу посмотреть, потому что... Интрига же какая-то, значит, это не филерная серия, значит, это что-то такое интересное, что-то прям будет загадочное, что-то прям вот необычное, возможно, да, а если это толкает очень сильно сюжет, то это очень классно. Вот поэтому мы давайте начнем. О, это я, лимузин Бэтмена. Хватит, мама, все, все, ты уже три карты памяти заполнила. Прости, я хочу запомнить выпускной. Я так рада, так счастлива. Это был лучший вечер в нашей жизни, так ведь, дорогой? Да как будто мама вилла. Да, как будто бы. О, да. Все, мне пора, я пошел. Да? Да, вряд ли. Похож. Спасибо, что пошел со мной, Рэнди. Можно я признаюсь? Это мой не первый выпускной. Как это? Ты второгодница? Нет. В других школах я ходила с другими парнями. Слушай, я просто хочу оторваться, оттянуться по полной. Я хочу знать, что ты именно тот. Ты тот, Рэнди? Единственный? Что? Будь моим парнем, Рэнди. Навсегда, навсегда, навсегда. А что, каждая девушка имеет право на счастье, и такая в том числе. Нравится ей Рэнди, ну пусть будет, главное, чтобы чувства были взаимные. Может, Рэнди как бы, ну, повзрослее хочет жить. Ставься на пещерах. Фред. Дафни. Велма. Шеки. На самом деле, настолько крутой, опять-таки, опенинг, что каждый раз скайфуешь, как будто в первый раз смотришь. Скуби-Ду. Мистическая корпорация. Глава шестая. Легенда об Элис Мэй. Вампирша? Получайте, кровопийцы. Не забудьте, в эти выходные начинается ежегодный вампофон. 405 фильмов с Винсентом Ван-Вампом без рекламы. 450 фильмов. Без рекламы. Классный вампофон. Да, и дай вам вамп, и дай вам вамп. Целую неделю, ура! Да, ура. Ах, Скоби, от разговоров про вампирский марафон мне захотелось есть. Сейчас. Скоби, ду-ду-ду. Ора, кажется, у него глисты. Ну такое, Рома, ты же любишь марафон. Это было в прошлом году. Это отсылка к Луи. Да, он там тоже, короче, много ел. Много ел, как будто бы притворяясь. Вот и Энди такой ботил, говорит, кажется, у него глисты. В этом году марафон совпадает с нашим месячным юбилеем и выпускным. К счастью, у меня есть гениальное решение. Оно мне понравится. На выпускном мы официально сообщим, что встречаемся. А потом отметим это за просмотром марафона одни. Только мы. О, боже. Нет, ну Шеги! Ой. Он не кайфует в этих отношениях. Ну, вот сомнительно, смотри. Во-первых, ну нельзя всю жизнь прятаться. Рано или поздно как бы об отношениях надо сказать. Как минимум. Официально надо пожениться. Устроить этот какой-то... Ну, я не говорю, что обязательно надо. Ну, было бы неплохо. По родителям сказать про взаимоотношения. И всякое такое. То есть нельзя же, блин, до 70 лет скрывать это. Типа, мы с Велл, мы друзья. А в тени такие. Вот это всё непонятно. Мне кажется, Шеги вообще не кайф. Но нет. Нет, нет, нет. Я здесь не могу согласиться. Потому что в некоторых сериях он прям... Нормально к Велл. Да, он такой, типа, ой, Велл, там, типа, что-то они там... То ли обнимались, то ли он радовался ей. Что-то такое было между ними, я скажу. Возможно, он просто, знаешь, как бы... Это его, возможно, первое отношение. Он просто боится. Он боится... Как сказать? Боится родителям, возможно, сказать, про это. Другим, что как-то ему стыдно или стрёмно. Всю жизнь был, как бы... Как-то не отляйки. Да, он был, возможно, всю жизнь со Скуби. Ему тоже здесь вот этот момент. То, что он боится его предать, что у Скуби-то никого нет. Он как будто... Знаешь, бывает такое вот два друга, и когда у одного девушек появляется, он, как бы, тоже боится другому сказать, что, типа, блин, ты, как бы... Блин, прости, ты один будешь в доту играть, я без меня. У него травма. Травма старшеклассника. Вот, и, соответственно, много причин... У друга девушка появилась, и он в доту больше с ним не катал. Да нет, я же нормально отреагировал. Вот, и, соответственно, много может разных причин быть, но мне кажется, что у Шеги искренне есть какие-то к ней чувства, опять-таки, какая-то искра, возможно. Просто он её, возможно, в себе как-то подавляет, потому что ему неловко вот это вот разные чувства он негативные испытывает. Выпускной. Вы готовы? Да, капитан. О, посмотри, скоро выпускной. Какие планы? Я буду заниматься тем же, чем каждый год. Следить за полицейскими камерами и патрулировать канализации. А ты? Не знаю, может, кто-нибудь пригласит. Ясно? Ну, удачи тебе. Ну, кто бы сомневался, я уже не удивляюсь. Блин, было бы нормально, знаете, типа, он такой... Ну, дафна, ну, когда-нибудь тебе повезёт. Дафна, дафна, ну, иди в этот... Ей, тиндер же есть, дафна. Там найдёшься кого-нибудь там тебя пригласят в тиндере, ну, иди. Проверять канализации. Ну, открывайся. Помочь? Это тумблеры серии С. Иногда заедают. Ух ты, здорово! Спасибо большое. Меня зовут Элис. Элис Мэй. Я новенькая. Фред Джонс, а это... Новенькая. Ну, удачи, идём, Фред. Знаешь, эта школа как лабиринт. Я сделал несколько моделей, чтобы разработать... Она, типа, ответила в его манере. Да? А, да. Ну, типа, новенькая, да пофиг на тебя. Но она не знала, что Фред так отреагирует, как бы, заинтересована в ней. Видишь, уже... Ну, не в ней, он, типа, покажу школу. Похвастаюсь. Это, типа, гости в... В гости. В гости в школе, да. Нет, нет. Я хотел сказать, гости в гости пришли, но так не получается. А как сказать? Ладно, кто-то в гости пришёл, и ты такой... Покажу вам полк своих медалей. Шруц до класса. О, это здорово. Спасибо, Фред. Ух ты. Думаю, мне здесь понравится. Да ладно, он же не позвал на выпуск. Осталось несколько дней. Не забудь заказать лимузин. Да, хорошо, Вилма. Так, ты не дави на него. Такое не нравится. Где Фред? Он сказал, что придёт. Он нет, только не это. Эй, ребята, это Элис, новенькая. Я показывал ей школу. Фред, ты мой рыцарь. Какая милашка. А сейчас я прошу тишины. Шериф Стоун, вам слово. Спасибо, Мэр. Спасибо. Выпускной. Да. Мы хотим, чтобы всё прошло спокойно, без пришествий. Возможно, кто-то из вас слышал сообщение о таинственном лимузине с девушкой-призраком, которая похищает молодых людей. Но делать мы с ней ничего не будем, потому что это будет идти на пользу имиджа нашего города. Возможно, это какой-то ритуал. Поэтому мы рекомендуем ученикам не садиться в таинственные лимузины перед выпускным вечером. Действительно. Ого. Кажется, нам не придёт. Чего себе. Знаете, ребята. Ивел, ну такая, чёрт, лимузин не закажем. Это же была такая возможность. Кстати, не знаю, ты на лимузине была на свой выпуск? Нет. Вот я тоже считаю, что ехать на лимузине – это какая-то безвкусная трата денег. Безвкусная трата денег? Да. На эти деньги можно более рационально что-то сделать. Да не знаю. Но у нас классный был выпуск, но у нас офигенный фильм снят, смонтирован, ну, видеографами. Ну, прям реально можно пересматривать. А так лимузинов не было. Очень жаль. Думаю, у нас появилось новое дело. Ну, мне пора. Я ещё свои вещи не успела распаковать. Подвезти? Не надо. Я пройдусь. Рада была познакомиться. Ты какая-то слишком марк заинтересованной в ней. Я тоже пройдусь. К тому же, я хочу разобраться, куда пропали ребята из Кристальной пещеры, о которых говорил мистер И. Ненавижу уходить без ответов. Нет, реально, Фред слишком в новенько заинтересован. Как-то подозрительно. Может, ему блондиночки нравятся? Может, это чары? Мне блондиночки нравятся, мне кажется. Он такой фуни, рыженький. Что-то как-то сомнительно всё вырезано, Дафна. Не находишь? Странно. Как будто кто-то уничтожил все следы. Да ладно. Кто не хочет, чтобы тебя нашли? Эй! Здесь кто-то есть? Я ещё работаю. Почему он ночью всегда в библиотеки ходит? Потому что днём учёба, она во вторую смену учится. Она в первую высыпается, потом завтракает, потом вторая смена учится, а потом уже, когда освобождается, время 7. И поздно уже. Солнце заходит за это время. Всё, она идёт в библиотеку. Кстати, фу, а во вторую смену учится так отвратительно. Кто здесь? Фэлма. Фред. Какой смелый. Опа, там женщина была. Я видел, волосы были длинные, женские. Кто тут? Наверное, воображение разыгралось. Дафни, это я. Я? Что ты здесь делаешь? Я была в душе. В моём доме ещё не включили воду. Я не знала, что кто-то ещё в школе. Прости, я не хотела тебя напугать. Нет, прости, я тоже думала, что я одна. Ты, наверное, считаешь меня глупой. Что глупого в том, что ты боишься. Что ж, уже поздно. Я домой, идёшь? Нет, спасибо. Мне ещё нужно постирать. Выход. Опа, что-то за подозрение. Женская раздевалка. Подвал. Радио Вамп. Говорю вам, она что-то затевает. Да ладно, Дафни. Элис принимала душ, а потом спустилась в школьный подвал. Все так делали. Что, если Элис и есть девушка-призрак? Ты можешь быть в опасности, Фред. Думаешь, я бы не заметил, что она призрак? Я думаю, нет. Да, я тоже. А что мы вообще, зная про Элис? Кроме того, что она супер милая, и её волосы пахнут персиками, а иногда я тону в её глазах. Фред Джонс, она тебе... Опа! Опа! Оу! Дафна, ударь его. Видишь, Дафна сколько пыталась к нему подклеиться, а он этого не замечал. А он всё никак... А тут он... К нему даже никто не подклеивался, а он сразу проявил симпатию. Получается, Дафна изначально... Не в его вкусе просто. В френд-зоне была. Да. У неё не было никаких шансов, а он всё-таки не только зациклен ловушками, а ещё видит женскую сторону вопрос. Некрасиво. Чём последний? Чём я решила, что он последний? Нашла в её шкафчике. Запомнила комбинацию, когда Фред ей помогал. Повезло, да? Городское кладбище. На кладбище живёт? Скажите, что она переехала? А как же Фредди? Я оставила ему сообщение. Ждать нельзя, он может быть в опасности. Нужно разделиться, осмотреть здесь всё. Не думаю, что это... Я со Скуби, Велма, ты Шаги. Меня устраивает. Я со Скуби. Опа, наедине будут идти, смотри. Ты купил билеты на выпускной? Билеты? Ха-ха. А, ну да. Я куплю. А лимузин? Моё платье. Лимузин нельзя же тебе сказали, Велма. Ну что-то такая непонятливая. В лимузинах только ведьмы, эти как его, призраки катаются. Ты что, призрак? И Шаги не призрак. Всё. Значит, соответственно, вы едете на семёрке красный, малиновый. Ты не хочешь идти со мной на выпускной? Если не хочешь, так и скажи. Я пойму. Ха-ха. Какое облегчение. Потому что я не... Что? Почему? Не может быть. Я знала, я знала, я знала. Не круши над гроби. Я пошутил. Конечно, я хочу пойти. Правда? Разворительница могил. Это, во-первых, да. А во-вторых, это абьюз. Она им манипулирует. Смотри, она разозлилась. Он сразу такой, да я пошутил. Да я хочу с тобой ехать. Она им манипулирует. Я же говорю, мне не нравится из-за этого вот эта вот тема. Мне интересно, насколько она долго продлится и что в итоге из неё вылится. Да! Шэгги, у нас будет прекрасный вечер. Не хочу, конечно, тебя расстраивать её, но прекрасный вечер он будет, если в нём не будет тебя. Жестивно, чё? Смотри, нет ли чего подозрительного с Куби? Ладно. Ты что-нибудь слышал? Да. Теперь услышал. Кажется, это с Куби. И Дафни. Бежим! Дафни, почему вы кричите? Вот почему. Я не знаю, вторгаются, вторгаются на кладбище, где как бы мир и покой должен быть, и творят вот такую вот вещь. Ну, сломал две плиты, а ещё, да, и ещё две они сейчас сломали. Короче, так поступать некрасиво по-зрослым. Туда! Если это была Элис Мэй, ей нужно мазаться увлажняющим кремом. Где это мы? Карлсвелл. Карлсвелл? Это чудовище! Чудовище! Диккен Карлсвелл. Кличка Чудовище. Я помню его. Он грабил банки, притворяясь фантомом. Но на самом деле он был менеджером банка. Постой. Разве Карлсвелл не в тюрьме? Живой? А! А! Это часть его старого костюма. Посмотрите, справка из школы Кристальной пещеры. Ой, она вернулась! Наконец! Эй, ребята, что вы здесь делаете? Ура! Я как бы тут на свидание вообще шел со своей новой подружкой. Она мне адрес скинула, говорит, заедь за мной. Я заехал, а тут кладбище. Я такой, слышу шум, прихожу, а тут вы. Кстати, тоже странно, они так сразу делают опромечивый вывод по поводу Карлсвена. Как будто больше фамилий таких нет. Блин, мне кажется... Там маска вылежала. Ну сейчас да, уже после того, как открыли. Но я бы не стал, не рискнул бы открыть, потому что я бы подумал, что это может мало-лядно фамилия. А открывать чужое захоронение вообще капец неуважение. Ух ты, классный мавзолей! Фред, ты цел? Я не уверена, но Элис может быть призраком. Она хочет, чтобы ты стал ее слугой. Что ты такое говоришь? Ребята, скажите ему! Не. Почему ты промолчал? Эээ, ну, сложно сказать, кто на нас напал. Это могла быть высохшая прапрапрабабушка Элис Мэй. Валман? Скуби? Прости, Дафни, я точно не знаю. Я тоже. Кажется, я знаю, в чем дело. Правда? Ты узнала, что Элис пригласила меня на выпускной и подумала, что это повлияет на нашу дружбу. Ты идешь на выпускной с Элис? Оп-па, красотка. Странная какая-то мода у родителей фоткать выпускников своих детей. В смысле, странная? Ну, не знаю, у тебя фоткали? Конечно. Не знаю, не пошут мне фоткать. А у тебя что, фото ксу густого нет? Нет, ну, есть, но не вот так, как они, типа, вот ты видела, типа, ты такой наряжаешься, родители такие подходят и фоткаются. Ну, я наряжалась, мы выходили на улицу и меня на улице фотографировали. Нет, у меня фотки есть, которые уже там в школе, типа, были сделаны, уже вот на месте, там, у кого бы фотик и все. Беспаливатший от Скуби уходит. Прячет костюм. Я думала, это будет лучший вечер в нашей жизни. Эй, сестренка, ты расстроена? Нет, Дилайла, у меня все нормально. Нет, я вижу. У меня так бывает, когда я смотрю в глаза врагу и вижу его холодное сердце и понимаю, либо он, либо я. И что? А, это из-за парня? Я тоже когда-то боялась. Послушай, был пляж, враги сидели в окопах у берега, они убивали нас по одному, но я знала, что должна выжить, понятно? Нет. Ладно, вот еще история. Дилайла, правда, не надо, я сама разберусь. Ладно, позови, если понадоблюсь. Минутку. Она хотела сказать, что Элис Мэй враг, а Фред окружен на пляже? И мне нельзя сдаваться, пока я не спасу его? Или Фред, это пляж, а я окружена? Или мы оба пляж? Неважно, потому что я все поняла. Кажется. Если кто спросит, то мы с тобой пляж. Вот втроем сидим и окружены врагами вообще. Вот, брат. Дафней, что ты? Не ходи на выпускной с Элис Мэй. Поздно, я уже разработал маршрут. Послушай, я мечтала об этом вечере всю жизнь. И каждый раз в моих мечтах был ты. Как вдруг? А в моих ловушке? Нет, а в его Элис Мэй вообще-то. Фред, ты готов? Прошу, Фред, это последний шанс. А почему бы и нет? Пойти на выпускной с подругой веселее, чем со второй половинкой, да? Да, лучше уж так. Элис, надеюсь, ты не обидишься, но я не смогу... Как быстро? У них день прошел, наверное, их знакомство, а он уже вторая половинка. Дафни бы, надо на эти курсы походить к Элис Мэй, потому как пикапить, типа, парней. Потому что она, конечно, как-то долго это все делает. Пойду пойти на выпускной с тобой. Ничего личного, но Дафни... Все, пока. Ну ладно, спасибо за понимание. О, я поняла. И ты поймешь очень скоро. Пора нарезать свежего бекона. Блин, кайфовый вечер. Да. Это здорово. Увежастика вкусняшки. Что такое? Не голоден? Нет, не сейчас, Скуби. А? Что я несу? Я умираю с голода. У нас кончились сардины. Я сбегаю в магазин и куплю их. Шаги, стой. Сейчас увидит его в костюме съемый. Да, идем. Я надел костюм. О нет, это призрак. Она поймала шаги. А-а-а, больно. Он сейчас пойдет спасать. Сардины смешные. Да, немножко там за кадром. Короче, ну вот опять, вот видите, недомолвка, недосказанность приводят вот к такой ситуации. То есть, лучше все-таки было давно уже сказать Скуби, хотя бы уж накануне этого вечера, чтобы он все-таки знал. Да я не думаю, что он будет против. Конечно, Скуби вообще самый позитивный персонаж этого мультфильма. Выпускной. Странно, нет парковки. А водитель, сделайте еще круг. А все, его съели. Ты не успел. Эй, Дафни, что у тебя с лицом? Кажется, что тебя сейчас тошнит. Все как в моей мечте. Мы танцуем. Король. Получается, что влюбленная вот такое лицо Дафны похожа на лицо человека, который вас тошнит. Он безнадежен. Поэтому если вдруг когда-нибудь вы влюбитесь или уже любите, понимаете, что вы выглядите с лицом, которое сейчас тошнит. Он безнадежен. Это что такое? Но он правду говорит. Я уже устала из серии в серии ругаться на него. Он дурак. Я, конечно, понимаю, что, наверное, это рофл. Типа, но... Нет, он на полном серьезе, сейчас так сказал. Нет, он на серьезе. Рофл от сценаристов. Рофл от сценаристов, да. Я очень злюсь. Хотя это, конечно, тоже его выбор. Что его выбор? Выбирать ловушки. Нет, ну как бы да, но я считаю, что это просто некрасиво говорит человек, что его лицо выглядит так, что она как бы сейчас тошнит. Но он такой беспокоится, типа, тебе что, плохо? А она такая, кайфует. Можете свежего воздуха, да? Да. Потом гуляем под луной, и ты шепчешь мне на ушко... Скуби! Да. Что? Он шепчет на ушко. Скуби. Люблю ловушки. Нет! Перерегеть. Призрак. Призрак? Надеюсь, ты пригласишь меня на танец, Фред! Фред! Бежим отсюда! Ого! Не знал, что в этом году тема выпускного ужас и преисподняя. Что происходит? Чья-то мама хочет убить Фреда! Да, спасибо, что испортили нам выпускной! Так Фред по мамкам получается. В смысле испортили кто? Эх, что я не хочу? Да ну, это... А-а-а! Не снишь потом, бежим! Вам же, вас же предупреждали. Все заперто! Сейчас, у меня идея. Эй, это же шкафчик Элис. Да. А это ключ от подвала. Ушла. Эй, ребята, смотрите! Такой же рюкзак, как в склепе Карлсвелла. Это одежда Элис. Вместе с костюмом Карлсвелла. Но я не понимаю, зачем девушке-призраку переодеваться? Незачем. Только если она не настоящий призрак. Ребята, думаю, мы близки к разгадке. Осталось сделать только одно. Ловушку? Ловушку. Как бы все очевидно. Она либо дочь Карлоса, либо этот сам Карлос. Либо она его подельница. Она узнала его план. Хочет найти золото. А Карлос спрятал все деньги в школе. Поэтому она сейчас всех пугает, чтобы получить доступ в школе и найти золото. Нормально. Что это? То, что ты хотела. Я? Последний танец. Я уничтожу вас всех. Давайте. Лучше бы потанцевал бы. Отпустите меня. Вот это да, Фред. Я же говорил тебе. Они всегда приходят. Вовремя. Только поймали. Они стоят как будто все это время у двери. Такие. В щелку вот это смотрят. Такие. Ага, поймали. Открываем. Шрифт просто вообще сам работать не хочет. Если увидишь девушку-призрака, не ходи с ней на выпускной. Не волнуйся, папа. Она выглядит как призрак. Но на самом деле это Элис Мэй. Еще она известна как... Элис Карлсвелл. Карлсвелл? Как Дикон Карлсвелл. Да, дочь его. Именно. Это мой отец. Когда папу посадили, я поклялась отомстить тем, кто это сделал. Я придумала себе костюм. Ну, так подожди, мать. Немножко, да? Немножко. Запоминаем. Шея. Вот те ребята. Шегги, Скуби, Дафна, Вилма, Фред. Были возрастом лет 17, когда поймали его, ее отца. Ей, ну, 5, да? Предположим. Ей уже 17. Им все еще 17. Да, кстати. Она уже, как они, одного возраста, уже на выпускные ходят вместе. Старш? Ой, они... Анладш? Они старш? Как так работает вообще? Или... Это очень странно. Да. Или... Что? Пропарация тайно прикидывается школьниками. Да, на самом деле им 40 и 20. Или они поймали ее отца, когда им было тоже по 5. Но нам показали флешбек, когда они ловили ее отца. Им было примерно как сейчас. Так она, получается, только одного похитила этого Рэнди. И все. Да, видимо. И все. Настолько простой и легкий замысел, что даже фу. Блин. Был бы поинтересенней, если вот это вот какая-то династия была. Они же там история читала, Давно, то, что призрак как будто каждый год уже на протяжении 100 лет там ворует этих студентов. Ну, выпускников и бла-бла-бла. Было бы интересно, если бы это была какая-нибудь семейная династия. Знаете, дед, там, ну ладно, бабушка воровала выпускников. Потом дочка, ой, мама, потом вот внучка, типа, вот это все. Это продавало 100 лет. И у них какой-нибудь там глобальный замысел. Они воровали костюмы с этих выпускников. И потом бы эти костюмы перепродавали. Что-нибудь. Ну, такое прям. А тут, если это все легенда и миф была, она просто подстроилась прям под конец. И один раз одного только похитил. Тут, конечно, странная история. Все получилось, если бы не вы, мои одноклассники. Ах, жестко. О, Скубину, поверь мне. Я хотел посмотреть с тобой марафон, но... Не трогай меня. Напомните мне, почему все так хотели на выпускной. Это ты хотел. Но было не так плохо, да, Фред? Ты шутишь? Было здорово. Правда? Да. Я придумал ловушку на ходу. Видел, как хорошо она сработала. О, нет. Я не знаю. Вот в этом сериале, именно конкретно в этом мультсериале, очень жесткая, очень... Очень слабая мотивация у преступников, как будто бы. То есть, как будто в старых каких-то вариациях. Там мотивация более масштабная. Они там, хочу починить там целый город, не знаю. Там, хочу найти клад, который спрятали 200 лет назад. Там, вот там-то, там-то, там-то. А сейчас что-то показывает у всех, такая какая-то странная как будто мотивация, да, здесь у всех. Она такая недоработанная. Да, реализация неплохая. Хотя ее костюм, вот опять-таки, прошлая серия была козырной. Прошлая серия прям понравилась. Она, ну, в плане реализации классная, в плане мотивации опять-таки слабенькая. Но вот эта серия, она даже в плане костюма очень тухлая. Ведь можно было реально какой-нибудь костюм призрака прикольно сделать. Может быть, эффект визуальный там прозрачности. Может, что-то такое прям, ну, чтоб цепляло, да, что-то вот, ну, побольше магии добавить в это все. Потому что она выглядела как просто девушка, которая очень плохо умеет краситься, если честно. Я бы даже это за призрак не назвал. Как будто она такая, блин, первый раз держу в руках кисти с тоналкой. Вот, как-то так. Ну, и мотивация. Ну, отомстить корпорации тайне классно. За это лайк. Но похитил одного парня и сразу сюда, и все получилось плохо. Минус сразу автоматически. Потому что можно было поинтереснее как-то это, мне кажется, реализовать вместе. Шериф забыл рюкзак Элис. Это же улика. Шериф! Это старый выпускной альбом. И смотрите, там закладка. Мистическая корпорация. Это они, пропавшие дети. Так, я таких знаю, это вы. Покажите мне еще раз фотку. Здесь есть имена. Брэд Чайлз, Рикки Оуинс. Так, ну это понятно. Это Фред, Брэд. Это Шеги, Рикки. Это Кэссиди Велма. Это Джуди Дафна. Кэссиди Уильямс Джуд. И у них профессор Периколс. Это... Да. Деревс, их талисман, профессор Периклис. Клуб разгадывателей загадок школы Кристальной пещеры Мистическая корпорация. О, мне нравится название. Эти ребята прямо как мы. Вопрос, почему они исчезли? Хороший вопрос. Много копаний. На. Что, так долго? Сделала то, что нужно. Они купились. Пройдет несколько дней, пока они поймут, что у Дикона Карлсфелла не было дочери. Ты будешь уже далеко. Где альбом? В рюкзаке, как ты просил. Кто-то хорошо спрятал его. Он был в подвале. Ты расскажешь мне, зачем ты придумал эту историю про Элис Мэй? Чтобы в нее поверили какие-то детишки с собакой? Тебе заплатили за работу у моего начальника, мистера И. Твоя работа окончена. Тебе незачем знать его мотивы. Скажем так, он хочет, чтобы они раскрыли настоящую тайну, которая покоится в Кристальной пещере. Тайну, которая привела к исчезновению четырех подростков. Тайну, которую пришла пора раскрыть. Ну вот это уже получше. Это уже другой разгон. Все, что ли? Серьезно? Ну а что? Все серия. Я реально быстро прошла как-то. Очень классно. Вот теперь, да. Блин, я думал, знаете, когда мне рассказать свои эмоции по поводу этой девушки? Вот на тот момент или в конце серии? И хорошо, что я сделал на тот момент, потому что сейчас я могу переосмыслить и по-другому уже все высказать. Что сейчас вот это уже выглядит поинтереснее как раз таки. То, что какой-то секретный замут, она вообще не дочка. Ее специально подкинули, чтобы она дала им этот альбом, получается, с фотографиями, чтобы они все это узнали. И это классно. То есть здесь сразу пропадает ее недоработка. То есть как будто все ляпы, все косяки, которым я докопался, это типа нормально, потому что она зуб не точила, план не вынашивала, ничего не подстраивала. И получается это просто какой-то моментный такой, сказать, подвиг был ее, быть злодейкой с плохим гримом опять-таки, просто чтобы донести до них альбом. И это все оправдывает. И возможно, так как она дочкой не была, которой было 5 лет, а им 17, когда-нибудь они тоже своей компанией, корпорацией тайно поймут, что это нелогично. Мне серия понравилась. Да, серия хороша именно вот своей концовкой. Не быть этой концовкой, вот буквально последней парнем. Да, 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 концовка прям хорошее завершение такое. Да, не быть этой концовки, серия была бы слабенькая, честно, потому что я уже до всего докопался, ничего можно. А вот с этой концовкой серия становится вкусной. Она прям вот такая, какая должна быть серия. Вот мы идем по сюжету, все приятно, хорошо. А то я еще такой думал, что же там за сюжет такой-то нам в этой серии должен быть. А вот он, сюжеты показали. Возможно, мы будем уже изучать те пропуски в газетах, те пропуски в альбомах, которые Дафна изучала в библиотеке, так и не доизучала, и к какому-то секрету придем. Было бы прикольно, на самом деле, что это были бы какие-то родственники всех их, типа Шегги, Брэд, Фред, ну просто по ней похоже, было бы прикольно, типа, ну вот как-то так. Ладно, спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция, залетай в Телеграмму на основном общении анонса, подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.